Мёд, мёд, Татьяна, долго ждали, сама долго ждала, теперь рада вас приветствовать, дорогие мои коллеги, спасибо, что сразу показываете, что меня точно видно, это, наверное, от радости. Итак, действительно, у нас в ноябрьские праздники, нерабочные дни, те самые, когда мы плохали, как никогда, они, конечно, нанесли коллективы в наш план лобинаров по книжным новинкам, поэтому только сейчас, да, сегодня 10 ноября, а мы вам рассказываем про октябрьские новинки, ручки стали рассказать вам ещё больше, но мы решили придержать на вебинар в ноябрьске, который уже через пару недель будет, и там тоже покажем, чем же мы занимались. Сегодня я представлю вам книги по таким направлениям специальности, дисциплинам, как экономику, и республики, и педагогику, обращаю ваше внимание сразу, очень интересный такой книг, социология, лингвистика, литература, ведение, иностранные языки и история. История там тоже есть на что посмотреть, что почитать, что выбрать, что показать. Начинаем традиционно с экономики, пока все ещё бодры. Технологии преподавания экономических дисциплин. Это учебно-практическая атмосфера для студентов логиквидаторы и астрадок экономических специальностей. Это учебный курс, который учитывает знания, навыки и опыт двухцветного преподавания экономических дисциплин. Это такая очень масштабная работа. Учебно-практическое пособие поможет развить навыки нормативно-правового регулирования образовательного процесса, освоить и методологии, и технологии преподавания экономических дисциплин. Отдействует этот курс, это учебно-практическое пособие студентам логиквидаторы и астреантуры, обучающим курс специальностей экономики, а также преподавателям, разумеется, преподавателям экономических и экономико-правленческих дисциплин. Следующая книга тоже из области экономики. Кстати, сделаю небольшую ремарочку. Вообще, в этом вебинаре как никогда сложно оказалось определить точное направление, к которому ты относишься. Вы знаете, что есть такие работы, которые объединяют в себе политологию, историю, экономику, менеджменты, менеджменты, организации, управления персоналом. И здесь, конечно, ориентироваться на четкое, что это для экономики, наверное, не стоит, потому что, допустим, даже следующее наше учебное пособие – стратегическое управление персоналом. Мы относили его в обучении экономических дисциплин. Однако здесь есть и менеджменты, организация, управление персоналом. В общем, такая очень комплексная работа. И вот в наших книгах, в наших... Татьяна? Да. Анна Ивановна, у нас немножко звук плавает. Может быть, попробуем отключить? Вот сейчас попробуйте, да, немножко у нас как-то с фоном шел звук. Какой? Вот сейчас все хорошо. Видите? Может быть, не хватает вашей руки? Да, сейчас попробую выйти. Если опять начнет плавать, я напишу тогда в чат. Попробуем просто камеру отключить. Или я выйду в эфир, но буду сидеть тихо и отключу камеру. Да, сидите тихо и все будет хорошо. Я не против. Если всем нравится, все тоже не против. Итак, стратегическое управление персоналом, учебное пособие. Татьяна, вас нет, значит, все хорошо. Итак, ну, по словам автора, данное учебное пособие не является сборником ответов на все случаи жизни, как это вот принято при таких наименованиях думать. Но с помощью этого учебного пособия можно понять не только строгость и логичность экономических моделей процессов прошлого и настоящего, но и риски управленческих решений, а также способы их избегания в будущем на основе грамотного планирования. Издание это рассчитано на студентов магистратуры, аспирантов, преподавателей и на лиц, интересующихся вопросами стратегического управления персоналом и проблемами развития сложно организованных экономических систем. Вот такая, видите, работа очень-очень неоднозначная. Следующее пособие, как видите, по оформлению адресовано среднему профессиональному образованию, оптимизация ресурсов организации подразделений. Это учебное пособие поможет студентам факультетов среднего профессионального образования будущим практическим специалистам обрести самые необходимые, по мнению авторов, знания и навыки в области оптимизации ресурсов организации. Эта область стала одной из самых центральных тем для субъектов экономических отношений в контексте видоизменения экономической системы. Отметим, что особенно актуальным этот процесс, разумеется, стал после 2020 года, когда произошли изменения в области экономических взаимоотношений под воздействием внедрения цифровых технологий. Разумеется, они были внедрены в результате распространения уже избитой фразы, ну, от нее никуда не деться, новой коронавирусной инфекции. Издание это предназначено для студентов СПО, обучающихся по специальностям экономика и управления, студентам бакалавриата, обучающимся по специальности менеджмент организации, преподавателям управленческих дисциплин, а также всем, кто интересуется проблемами организации управления в процессе экономической нестабильности. Вот такое интересное пособие. Следующая книга «Деньги, которые мы выбираем» – это не учебное пособие, но сказать, что это научпоп тоже нельзя. Поэтому представляю вам эту книгу как научную книгу, в которой максимально просто и, по словам самого автора, без лишних финансовых терминов и заумностей рассказывается, как возникла современная финансовая система. Что за принципы лежат в основе ее деятельности? Почему при нехватке денег для нормальной жизни людей наблюдается рост богатства у супербогатых и чего, собственно говоря, ждать в будущем? И главное, есть ли альтернатива бесконечным кризисам и неминуемому краху? Книга предназначена для широкого круга читателей, но, собственно говоря, ограничивать как-то область ее влияние, распространение, наверное, смысла нет. Действительно, это для очень широкого круга читателей. И, повторюсь, написана она очень хорошим языком, без лишних слов, без терминов. Такая вот для всех. Следующая книга. Отнесли мы ее к юриспруденции, к криминалистике. На самом деле она может быть отнесена и к таможенному делу, в общем, областей очень много. Книгу мы эту очень ждали. И, собственно говоря, не зря, даже сейчас, когда первый тираж только-только к нам должен поступить на склад, мы уже имеем большое количество заказов. Сейчас объясню, почему. Установление последовательности выполнения реквизитов документов или исследования пересекающихся штрихов. Настольная книга эксперта по ТЭТ. Технической экспертизе документов, если расшифровать. Работа по исследованию штрихов, безусловно, станет настольной книгой для сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД, Минюстов, ФСБ, таможенных групп. Всех тех, кто осуществляет производство технико-криминалистической экспертизы документов, а также для студентов и курсантов юрфаков высших учебных заведений страны. Вообще, для меня, как для филолога, при получении этой книги надо было покопаться в интернете, что это такое, потому что совершенно область неизвестная для меня. И с этой книгой возникла очень такая интересная, забавная даже ситуация. И мне сразу стало понятно, что автор принес рукопись в издательство лично. Так делает большинство людей с юридическим образованием. Никто не передает по электронной почте. Все это тщательно на флешечках защищенных передается. Так вот, он очень долго смотрел на подписи и печати в лицензионном договоре, который мы заключали. Знаете почему? Что было первым? Подпись или печать? Или наоборот? На самом деле и так, и так можно. Но, оказывается, книга, которую он принес, она именно про это. Про определение подлинности документов, о том, насколько много подделок. И, что самое главное, в этой книге рассматривается уникальный метод, который, по экспертизе документов, который не пользуется, допустим, за рубежом. И у нас пользуются довольно традиционными методами. А то, что рассказал Данилович Владимир Борисович в этой книге, это, на самом деле, действительно уникальный метод определения подлинности документов. Такого еще не было нигде. Ну, в общем, очень такая интересная история и не менее важная и интересная книга. И, разумеется, она для специалистов. Следующая область, в которую мы погрузились, правда, не глубоко, этнополитология. Этнические аспекты политических институтов и процессов. Это монография. Она посвящена теме этничности, которая проявляет себя практически во всех сферах публичной и частной жизни. Мне предлагается книга, это книга-попытка, попытка рассмотреть целый ряд политических институтов и процессов с точки зрения влияния на них этнического фактора. Издание это адресовано ученым, специалистам в области национальной политики, этнополитологии, межнациональных отношений, языковой, образовательной и миграционной политики, представителям общественных организаций, аспирантам и студентам. В общем, область применения тоже очень-очень большая. Я вынесла в шапку слайда только этнополитологию, но действительно книга того стоит. Следующее тоже не очень однозначное определение специальности, направления, социологии. Вы уже слышали об этой книге «Онтология социально-экономической мысли России». Слышали от меня? Да. Мы представляем вот в октябре второй и третий тома этого трехтомника. Трехтомник «Онтология социально-экономической мысли России. 19-20 век». Этот трехтомник позволит читателям проследить 200-летний период развития отечественной социально-экономической мысли в работах основных ее представителей. Вот второй и третий тома этого сборника рассматривают постреволюционные 1920-30-е годы, послевоенные и современные периоды, точнее, лихие 90-е и 2000-е годы. Книги эти адресованы специалистам-социологам, историкам, политологам, а также всем, кто интересуется историей России. То есть область применения, опять же, неоднозначна. Следующая книга – это учебник «Медиация в социальной сфере». Это один из первых учебников по дисциплине «Медиация в социальной сфере». Книга эта поможет познать и осмыслить процедуру медиации, ознакомиться с особенностями ее реализации в отдельных социальных сферах и применять медиативные подходы для разрешения конфликтных ситуаций в разных общественных отношениях. Издание это актуально в наше непростое время и предназначено для будущих специалистов, юристов, психологов, социологов и управленцев, а также для преподавателей, научных работников и всех, кто интересуется данной темой. Вот опять забегая вперед, если вы будете сохранять себе эту презентацию, обращайте внимание на то, что книги действительно очень широкого профиля и однозначно указанную мной дисциплину, направлению или специальность нельзя привязывать. Они действительно богаты на такой специальный диапазон направленческий. Следующая книга «Психология, социология». Вот она здесь где-то. «Социальная психология» — это учебное пособие. Учебное пособие, содержащее систематический курс социальной психологии для студентов, изучающих психологию и педагогику. Здесь даны теоретико-методологические основы социальной психологии. Рассматриваются психология межличностного социального взаимодействия, социальная психология личности и социальная психология групп. Адресована студентам гуманитарных специальностей и тем, кто интересуется социально-психологической проблематикой. В общем, такое учебное пособие. Мы часто выпускаем довольно широкие книги, поэтому для нас эта книга не сюрприз, но новинка «Октября» — это однозначно. Переходя к другой области, педагогика, проектная деятельность, представляю вам учебно-методическое пособие «Проектная деятельность студентов по математике и информатике». В этом пособии излагаются вопросы становления и развития студенческого самоуправления и особенности организации проектной деятельности. Представлены проекты, которые реализуются студенчеством на кафедрах высшей математики и информатики. Издание это предназначено для бакалавров и магистрантов педагогических вузов, а также преподавателям и обучающимся при изучении дисциплин основы учебно-исследовательской проектной деятельности во образовательной организации. По дисциплине «Воспитательная работа по математике» и «Воспитательная работа по информатике соответственно». Книгам, которые касаются проектной деятельности, мы посвящаем большое время. Мы стараемся их брать, издавать. Это все очень важно. И несмотря на нашу цифровизацию, вот такую активную эпоху интернета, все-таки то, как делать проекты, что там делать, как это должно выглядеть, как вообще думать в рамках проекта, таких книг действительно очень мало, а качественных книг еще меньше. Поэтому вот с удовольствием вам представляю. Да, немного узковатая тема математика и информатика, но, с другой стороны, у нас уже были проектные книги, основы проектной деятельности и так далее, более общие. Следующие две части одной книги – «Формирование функциональной грамотности на уроках биологии». Это пособие направлено на решение одной из важнейших задач, поставленных правительством нашей страны, Российской Федерации – обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования. Издание это в двух частях призвано развить у российских школьников функциональную грамотность и креативное мышление. В частности, в пособии представлены задания для формирования читательской и естественно-научной грамотности обучающихся при изучении предметных тем курса биологии основной школы. Адресуется это пособие студентам и магистрантам, обучающимся по направлению педагогическое образование, а также учителям биологии и общеобразовательных организаций. Еще немного «Школы» и перейдем к таким более сложным книгам, хотя, знаете, «Школы» – это тоже все очень сложно. «Методические рекомендации к обучению в начальной школе. Учебное пособие». Это учебное издание предназначено для методического обеспечения образовательного процесса в начальной школе. Адресовано оно прежде всего студентам, обучающимся по специальности преподавания в начальных классах, а также практикующим учителям и преподавателям колледжей и вузов, работающих по соответствующим направлениям подготовки будущих педагогов. Ну, по оформлению вы видите основного читателя этой книги, основного пользователя – это среднепрофессиональное образование. Однако вузы, обычные школьные учителя, не обычные школьные учителя, а те, кто всегда занимается самообразованием, вот эта книга и для них тоже. Следующая книга – это сборник, сборник статей по материалам Международной заочной научно-практической конференции «Современные педагогические технологии профессионального образования». Сборник этот содержит материалы, ну, как я уже говорила, Международной заочной научно-практической конференции, которая проходила в апреле этого года. В статьях отражены результаты исследования актуальных проблем профессионального и общего образования. Ну, наверное, про сборник статей лучше и больше не скажешь. Единственное, что могу дать небольшую ремарку, вот редактор, да, под редакцией, кого выпущен этот сборник, он настолько активный в рамках своей педагогической деятельности, что мы с удовольствием берем сборники, подготовленные в Тимой Алипхановой. Они полные, они действительно касаются сложных тем. Не все участвуют в конференциях, да, мы не всегда можем иметь доступ к материалам, не всегда есть время просмотреть какие-то видео или там какие-то статьи, записи. А здесь все собрано компактно, полно и очень четко, поэтому это не первый сборник. Если я не ошибаюсь, это уже третий сборник, выпущенный под редакцией. Мне кажется, что вот такая деятельность, она действительно педагогическая, да, обучающая, не только вот посидели на конференции, но еще и взяли материалы, изучили и пользуемся ими. Вот за это низкий поклон, огромное спасибо авторам и авторам статей, и всем, кто участвовал в этой конференции. Следующая книга тоже касается педагогики, развития индивидуальности сельских школьников, монография. Лично я не люблю вот такие клише, сельские школьники, периферии и так далее. Однако, видимо, есть разница, и только для этого стоит прочитать монографию, книгу, в которой представлены некоторые фрагменты многолетнего опыта деятельности педагогов именно сельской школы. Здесь на примере школы Борисоглебского муниципального района Ярославской области представлены материалы по развитию индивидуальности ребенка. Авторы представляют детализацию ряда типичных ситуаций, которые распространены в практике многих школ в контексте развития индивидуальности сельского школьника. Особое внимание уделено коллективной творческой деятельности, а также предлагается комплекс средств, которые способствуют развитию сферы индивидуальности детей. Издание это адресовано педагогам общеобразовательных организаций, преподавателям и студентам профессиональных учреждений, методистам и специалистам в сфере образования. В общем, вот такая вот интересная книга. Сейчас, когда стираются границы между областями, городами и уровень цифровизации настолько высок, скоро, я надеюсь, что скоро не будет вот этого деления. Сельские школьники, городские жители и сотрутся вот эти границы в уровне образования. Но, тем не менее, пока они есть, есть смысл и публиковать вещи, публиковать различия, которые до сих пор остаются, над которыми нужно работать. Следующая книга тоже педагогика. Обучение будущего учителя педагогическому взаимодействию с сетевой личностью. Монография. Ну, авральный переход на дистанционное и смешанное обучение в системе нашего отечественного образования в период пандемии выявил и породил ряд проблем, преодоление которых затруднено в связи с их недостаточным теоретическим осмыслением. Да, это вот то первое время, когда были все растеряны, потеряны и действительно должно было пройти время, чтобы осмыслить и структурировать все проблемы, найти какое-то решение или вообще показать, как они были уже решены. Так вот, перед нами монография, такое логичное продолжение осмысления темы возникшей. Авторы пытаются восполнить вот тот самый пробел теоретических знаний, умений, навыков самих педагогов и учащихся, да, все те, кто участвовал в этом дистанционном процессе. В издание вошел материал о начале работы, как я уже говорила, в этом направлении описаны результаты первого этапа исследования проблемы обучения педагогическому взаимодействию с сетевой личностью в ВУЗе будущего учителя. Книга эта адресована тем, кто способен уже осмыслить, вспомнить, поделиться опытом, то есть это преподаватели ВУЗов, учителя, студенты и все те, кто интересуется проблемой педагогического образования. В общем, такая сетевая личность, я думаю, что этот термин войдет в нашу жизнь плотно, он уже вошел, собственно, с этим надо работать, поэтому пора знать, как решать проблемы. И мне кажется, что появление таких книг это залог успеха. Мы знаем, как с этим работать, поэтому все структурировали, разложили по полочкам. Следующая книга «Основы логики и методологии науки» я разместила здесь в общей линейке с педагогикой это учебное пособие. Ну, на самом деле, вы знаете, что есть дисциплина, логика и методология науки, изучение основ которой посвящено, собственно говоря, это учебное пособие. Эта дисциплина является необходимым компонентом профессиональной подготовки ученого, так как эффективная научная деятельность невозможна без элементарного владения логикой и умение эффективно использовать методы научного познания. Вот этот курс рассматривает разнообразные проблемы построения системного научного знания и дает определение базовых знаний. Книга эта адресована широкому кругу исследователей, независимо от конкретной направленности их деятельности. То есть без этого ученые деятельности, научной работы, но фактически сделать нельзя, потому что нужно применять все свои области и логического умышления, и умение эффективно использовать методы научных исследований. В общем, этому, оказывается, можно научиться. По крайней мере, то, на что обратить внимание, здесь точно есть. Переходим к иностранным языкам. Наши вебинары не проходят ни разу без какого-то пула книг по иностранным языкам. На этом вебинаре я вам расскажу про английский и про французский. Был у нас такой опыт в октябре. Тренировка английского произношения. Учебное пособие. Начнем с него. Особенность этого учебного пособия в том, что оно может быть использовано как на аудиторных занятиях, так и для самостоятельной работы студентов первого курса бакалавриата, изучающих английский язык. Автор дает теоретический и практический материал для работы со звуками и интонацией. Вот такое пособие. Следующее пособие тоже английский. Условные предложения. Conditionals. Это учебно-методическое пособие. В нем рассказывается об основных типах условных предложений в английском языке. Адресовано это пособие студентам среднего профессионального звена, среднего профессионального образования и студентам первых-вторых курсов бакалавриата всех специальностей. Также может быть полезно лицам, которые совершают самостоятельное изучение английского языка. Тренировочные упражнения, коммуникативные задания, пособия. Все это помогает в усвоении учебного материала. Ну, собственно, это и есть цель учебных пособий. Выделенная тема довольно узкая, условные предложения, но тем не менее, раз она вынесена, требует особого внимания. Следующее учебное пособие. Я тоже, я уже говорила о нем, ну, правда, о первых частях. Мы представляем, в октябре вышла третья часть, ну, я на всякий случай вам представила все три, да, чтобы вы запомнили, как они выглядят. Итак, третья часть содержит синтаксис. Если первая посвящена фонетике, правилам чтения, вторая – мархопология, то третья – логичная, как и во всех языках, в русском в том числе, это синтаксис. Завершающая часть учебного пособия о французском языке. Синтаксис – самый сложный раздел французской грамматики. Знание законов синтаксиса позволяет грамотно оформить, оформить свою мысль и донести ее до слушателя. В разделе синтаксис речь пойдет о порядке слов в предложении, об их грамматическом взаимодействии, о типах предложений. Будет полезно, разумеется, всем, кто изучает французский язык и тем, кто хочет совершенствовать имеющиеся знания и навыки. Адресовали мы среднему профессиональному образованию, ну, просто потому, что эти товарищи – самые активные пользователи этих учебных пособий. Не возбраняется никому использовать их и для самостоятельного изучения языка. Я думаю, что довольно полное издание. Что-то потребуется дополнительно, но это большая-большая редкость. Следующая книга, ну, уже не могу сказать, что иностранный язык, лингвистика, старославянский язык – это курс лекций. По книгам этого автора училась еще я. Я его видела 20 лет назад. Действительно, старослав был структурирован очень-очень давно. И это учебное пособие по старославянскому языку… Этим автором, я имею в виду. Это учебное пособие по старославянскому языку охватывает все разделы курса в области фонетики и морфологии. Следует отметить два методологических положения, отличающие данный курс от многих аналогичных пособий. Первое положение касается хронологических рамок прославянского языка, а второе касается характера языковой изменчивости. Адресовано пособие, разумеется, студентам-филологам и студентам-лингвистам, а также специалистам в области… в этой области и преподавателям вузов. Вот удивительно, сколько сейчас у нынешних студентов есть материалов для того, чтобы учиться легко, классно и с удовольствием. Раньше этот курс лекций старославянского языка был в письменном виде из уст автора. Вот так. Все это мы сидели, записывали, а сейчас вот, пожалуйста, купил… еще один преподаватель из моего же вуза Валерий Павлович Трыков «Литература ведения». Это кафедра зарубежной литературы. Монография, которую я представляю, русская незнакомка во Французской республике словесности. Образ России в литературном сознании Франции. Авторы этой новинки не считают свою книгу историко-политологическим трудом об отношениях России и Франции. Хотя эта тема и затрагивается в работе. Но они представляют его в качестве литературо-ведческого исследования о восприятии нашей страны французской республикой словесности. Подразумевая под этим метафорическое наименование широкой сферы словесного творчества, включающей в себя не только художественную литературу, но и публицистику, и соистику, и историографию. Книга адресована ученым, преподавателям, аспирантам и студентам-коммунитариям, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемой межкультурной коммуникации отношений России и Запада. Так что, если вы хотели узнать, как относятся к нам во Франции, пожалуйста. Следующие две работы — это были книги, подготовленные в рамках гранта для Института истории и этнографии РАН. «Северо-кавказцы в эмиграции в ХХ веке. Материалы к биографическому словарю и северо-кавказские эмигранты во Франции». Ну, опять французская тема. Очерки по истории и современности. Специалистам в области истории и этнографии, в частности, Кавказа-Ведения будут интересны вот эти вот две новые книги. В первую книгу это «Северо-кавказцы», она слева, вошли материалы для биографического словаря «Северо-кавказцы в эмиграции в ХХ веке». Это сведения о людях, которые родились на Северном Кавказе или принадлежали к северо-кавказским народам и оказались за пределами Родины после значительных событий в России и СССР Октябрьской революции 1917 года и Второй мировой войны. Вторая книга «Монография», в которой рассказывается об адаптации северо-кавказских беженцев, попавших во Францию после Октябрьской революции 1917 года и жизни современных иммигрантов с Северного Кавказа во Франции. В общем, такие очень-очень интересные исследования. И, кстати, наибольшую популярность вот эти две книги имеют, как ни странно, не у нас в России, а именно за рубежом и именно во Франции. В общем, такой интересный диссонанс. Но то, что они были изданы у нас в издательстве, мы вот этим очень гордимся. Хорошее, качественное исследование. Переходим к разделу истории. Вообще, у нас много книг, выпущенных в рамках серии «Жизнь за царя». Очередная книга «Свитная фрейлина» графини Анастасии Васильевны Гендрикова. Эту книгу мы очень-очень ждем из типографии, прям свеженький тираж, потому что еще живы потомки графини, и книжечки поедут к ним. Сейчас, минутку. Поэтому мы прям ждем с нетерпением. Это одна из самых ярких новинок нашего издательства в таком историческом контексте. Это книга доктора юридических наук президента Фонда памяти новомучеников Императорского дома Романовых Юрия Александровича Жука. Рассказывает Юрий Александрович в серии, о которой я вам сказала, «Жизнь за царя». Собственно говоря, он рассказывает о судьбах царских слуг долгие годы служивших августейшей семье. Это издание посвящено свитной фрейлине графини Анастасии Гендриковой, принявшей за императорскую семью мученическую смерть в сентябре 1918 года. Отметим, что до настоящего времени каких-либо отдельных изданий о жизнеописании графини не выпускалось, как в нашей стране, так и за рубежом. Поэтому эта книга будет первой, намеченной автором к изданию серии о судьбе 11 верных царских слуг, которые взошли на Уральскую Голгофу вместе с царской семьей. Предназначена для широкого круга читателей. Так что мы продолжаем царскую тему. Есть еще много-много темных страниц. Я надеюсь, что эта серия будет очень интересна. По крайней мере, широкий круг читателей это именно тот, который мы видим на выставках, когда ездим, показываем свои книги, на маркетплейсах, там, где люди ищут что-то интересное. Да, эта книга для них, и вся эта серия была для них и будет пополняться, продолжаться. Так что спрос есть, предложение есть, а информация, которая содержится в этих книгах, ну, она просто драгоценная. Следующая книга – это очередное издание нашего постоянного автора Александра Николаевича Дугина. В прошлом году и в течение этого года я рассказывала вам о двух книгах Александра Николаевича. Это «Тайны архивов НКВД» и «Тайны архивов Запад-виновник начала Великой Отечественной войны». Вот это третья книга «Тайны архивов. Вырванные страницы». Интереснейшая монография посвящена эпизодам недавнего советского прошлого. Автор знакомит читателей с малоизвестными архивными документами по истории сталинского периода нашей страны и пытается с их помощью ответить на актуальные политические вопросы современности. Мы узнаем из этой книги как создаются и как разоблачаются исторические фальшивки. Книга это не просто для широкого круга читателей, но и для специалистов-историков несомненно будет такой очень-очень интересный. Следующая историческая новинка нашего издательства «Политбюро и дело Виктора Абакумова». Ох, кто-то задержался на уроках, а мы столько про педагогику рассказывали, обязательно посмотрите. Обязательно. Это я параллельно читаю ваши сообщения. Приветствую. Сохраняйте себе презентацию. А у нас история. Мы уже дошли до истории. Политбюро и дело Виктора Абакумова. Единственное, на что надеюсь, что вы учитель истории. Итак, это сборник документов. У нас в издательстве не так давно началась серия «История спецслужб». Серия эта начала так стремительно пополняться, что мы на нее возлагаем большие надежды. Столько всего интересного, оказывается, есть, оказывается, пишут и интересуются этим всем, и читатели, и авторы. Мы были удивлены и с удовольствием представляем вам новинку. Буквально в сентябре я рассказывала вам из этой же серии об истории уголовного розыска, если я не ошибаюсь. Вот сейчас политбюро и дело Виктора Абакумова, сборник документов. Ну, вообще, совершенно потрясающая книга. Это документальное издание, которое является продолжением серии сборников документов под условным названием «Политбюро». Будут еще, так что ждите. Настоящий же сборник посвящен деятельности Политбюро, ЦК ВКБ, ВКП Б, большевики, Президиума ЦК КПСС и правоохранительных органов расследования уголовного дела в отношении министра Министерства государственной безопасности Абакумова в начале 50-х годов прошлого века, 1950-х. Отмечу, что все публикуемые документы ранее были недоступны исследователям. Предназначена эта книга для специалистов-историков и широкого читательского круга. Уверена, что так же, как и предыдущая книга Александра Николаевича Дугина, эта книга будет пользоваться успехом, и вот из-за своего документального наполнения станет незаменимой для работы ученых, ну и вообще для людей, которые интересуются этим периодом, этими людьми и эпохой в целом. Еще одна книга по истории, серия страниц Великой Победы. У нас есть книги, мы в этой серии в большом количестве, мы выпускали эту серию специально в прошлом году, в 2020 году. Вот, пополняем ее постоянно, ну потому что, наверное, эта тема, не то, что она никогда не иссякнет, а нужно что-то открывать, в ней что-то дополнять. Без этого память не задержится. «Главный ресурс Победы. Формирование и использование людских ресурсов в Западной Сибири в период Второй мировой войны». Так называется книга, пополнившая нашу серию страниц Великой Победы. Это исправленное и дополненное второе издание книги «Главный ресурс Победы». Автором рассматриваются пребывавшие длительное время в запретной зоне темы, которые связаны с динамикой людского потенциала Советского Союза. Региональные рамки исследований это Западная Сибирь. Хронологические рамки работы охватывают период с сентября 1939 по сентябрь 1945 годов. Отметим, что главную основу информационной базы книги составили ранее неопубликованные исторические документы, хранящиеся в различных архивах. То есть, видите, мы так неожиданно в октябре подобрали пул книг, которые открывают завесу ранее не публикуемых документов, и нам это очень нравится. То, чего не было раньше, то, где можно приоткрыть какую-то тайну, посмотреть, как на самом деле все было. Это действительно многого стоит, и огромный низкий поклон авторам, которые сидят в архивах, получают разрешение и так далее. Ну, собственно говоря, на этом пул наших книг октябрьских закончен. Помните, да, что мы имеем обширную коллекцию не только электронных и бумажных книг, но и аудиокниг. Активно размещаем все новинки сразу же на нашем сайте. То есть все, что я вам сегодня рассказала, в разное время было последовательно размещено на сайте directmedia.ru, на сайте нашего издательства. А я уже все собрала и в конце рассказала вам об этих новинках, как за октябрь. Приходите на мой вебинар, вы ответственны за то, что приучили меня, приручили, поэтому я вас на них на всех жду, а также вас жду во всех наших соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграме, там тоже есть новинки. Там есть не просто какие-то аннотации, но более глубокие публикации о книгах, которые вышли, если вам вдруг не хватает той информации, которая размещена на сайте. Фейсбук, пожалуйста. И еще, если вдруг ваше учебное заведение, учреждение работает с книгами, нуждаются в том, чтобы постоянно знать о каких-то новинках, пожалуйста, запрашивайте свеженькие прайс-листы. Адрес вы видите на нашем слайде менеджерсобак.ру. Свежий лист, запрос, участвуйте в рассылке. Обязательно будем вам высылать все наши новинки, все это скомпоновано будет по нашему издательству. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь в любом ключе. Ну и, разумеется, я буду рада вас видеть на своих вебинарах. Встретимся через пару недель. Расскажу про ноябрь. Ох, там будет горячо, так что приходите. Спасибо вам большое, что слышали меня, видели меня. Вот, и я тоже рада была вас всех видеть. До новых встреч. До новых встреч.